Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Думаю ни для кого не секрет, что материнская плата является ключевым компонентом любой сборки ПК, но бюджета как правило не всегда много и на материнке очень часто приходится экономить. Поэтому давайте сегодня посмотрим на самую доступную материнскую плату для Ryzen 5 3600, оценим ее плюсы и минусы и посмотрим на ее температуру цепей питания при максимальной нагрузке шестиядерного процессора. Ну а перед тем как мы перейдем к обзору материнской платы B450M DS3H не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, а ссылку на эту материнскую плату вы сможете найти в закрепленном комментарии. И начать я хочу с плюсов данной материнки, и тут сразу хочется отметить ее цену. Найти ее сейчас можно буквально за копейки, даже после того как выросли цены на железо. На ее борту имеется очень неплохой питальник построенный по схеме 4 плюс 3 фазы на мосфетах от ON Semiconductor. А управляет питанием шим-контроллер Intersil ISL95712. 4 фазы материнской платы Gigabyte B450M DS3H отведены под питание ядер, а оставшиеся три служат для запитки блока ввода-вывода. Кстати, такой же питальник используется и в более дорогих материнских платах от Gigabyte, что однозначно дает преимущество в бюджетном сегменте. Также стоит отметить наличие радиаторов на мосфетах. Как правило у конкурентов данной материнки его и вовсе нету. Но каким-то особым размером похвастаться этот брусок алюминия не может, но для минимального отвода тепла его вполне хватает. Плюс ко всему у этой платы имеется целых 4 разъема под оперативную память, а максимально возможный объем установленной ОЗУ равен 64 ГБ. Также производитель заявляет, что материнка поддерживает максимум 3600 МГц по оперативной памяти. Однако это не до конца так, в новых версиях биоса можно спокойно выкрутить и 4000 МГц, главное чтобы ваши планки и процессор справились с такой частотой. Но все же идеальным вариантом будет ставить именно планки на 3600 МГц, так как этой частоты вполне хватает для хорошей производительности любого райзена. А поддерживает эта материнка все райзены вплоть до третьего поколения на Zen 2. Правда поддержка райзен 5 3600 начинается с биоса F40, и если вы приобретете эту мать со старой версией биоса, то вам его придется просто обновить. Ну и возможно нам завезут поддержку новых райзен 4000, но это станет известно только в конце этого года. Также хочется отметить, что у этой платы есть брат-близнец с урезанными разъемами. Это материнская плата B450M-S2H. По сути обе эти материнки одинаковы, просто эта модель имеет больше разъемов. Однако не стоит забывать, что эти платы все равно бюджетные, и ставить в них восьмиядерные райзены нужно с умом. Они спокойно справляются со всеми шестиядерниками, и при хорошем охлаждении в корпусе вы сможете даже разогнать шестиядерник. Но вот восьмиядерники уже конкретно прожаривают эту мать, и с хорошим охлаждением вы сможете использовать их только в стоке. Ну и в общем в тестах вы сами все это увидите. А мне хочется немного рассказать вам про разъемы SATA. У материнки их всего 4, и как правило 2 из них закрывает видеокарта. Выход из этой ситуации есть, и вам просто понадобится купить провод SATA, который идет буквой G. Найти такой можно в любом компьютерном магазине или на барахолке. Также у этой материнки есть разъем М2, и она поддерживает накопители типа 2242, 2260, 2280 и 22110. А вот главный ее минус, это всего лишь два разъема для подключения кулеров. Один как правило будет использован системой охлаждения процессора. А вот для подключения корпусных кулеров придется использовать либо вертушки питающиеся от BP, либо запитывать их через хаб. Также можно заколхозить вентиляторы в один разъем, чтобы была возможность управлять оборотами с материнской платы. Но в целом это не сильно большая проблема, так как большинство современных корпусов идет сразу со специальным хабом, в который подключаются кулера. И немаловажным плюсом можно отметить наличие второго полноразмерного слота PCI, который работает в режиме X4. Ну и давайте посмотрим на разъемы нашей материнки. На задней панели у нее имеется 4 разъема USB 2.0 и 4 разъема USB 3.1. Аналогового видеовыхода тут нету, но зато есть DVI и HDMI. Имеется один выход для подключения интернета, за который тут отвечает гигабитная схема Realtek RTL8118AS. И 3 выхода звуковой карты под управлением Realtek ALC887. Ну и давайте посмотрим на тесты. Чтобы здраво оценить температуру питальника, я специально закрыл крышку и выключил все кулера в корпусе, кроме охлада процессора и одного кулера спереди, для хоть какого-то забора воздуха. На улице в этот момент было около 34 градусов, так что можно сказать, что это тест самых аномальных условиях. И в таком режиме Prime смог прогреть питальник всего-то до 65 градусов, и хочется немного остановиться на этой цифре и поразмышлять на сколько она большая. Как правило критической температурой для мосфетов считается выше 100 градусов, но как видите даже без кулера на выдув у нас температура даже близко не подбирается к критической. Конечно, если вы захотите разогнать шестиядерник на этой материнке, то вам обязательно понадобится сделать хорошую продувку в корпусе, но даже если посреди лета вы увидите температуру в 70-80 градусов, то абсолютно не стоит этого бояться. Это вполне адекватная температура для питальника, и даже топовые материнки легко прогреваются до 70 градусов под Prime на топовых Ryzen. Плюс не стоит забывать, что вряд ли какая-то игра даст вам такую нагрузку на процессор как Prime 95. Поэтому я считаю, что это лучшая материнская плата для Ryzen 5 3600 и ему подобных шестиядерников. В нее можно поставить и какой-нибудь Ryzen 7 3700X, но я повторюсь, делать это нужно с умом. Так как летом вполне вероятно вашему питальнику понадобится хорошее охлаждение. Ну а для тех, кто вообще не хочет париться с разгоном, эта мать просто идеальный вариант за свои деньги. Да, у нее есть свои минусы в плане разъемов SATA и кулеров, но за свою цену она полностью оправдывает свое место на рынке. Так что надеюсь это видео будет кому-то полезным в выборе материнской платы для Ryzen 5 3600. Ну а если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК, то вы всегда можете задать мне их в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.